Девушки отдыхают Я должен к вам подойти Хорошо, давайте Вот вручить вот эту штуку А потом задать три вопроса Я подойду к вам сейчас Я сам подойду к вам А вот где-то рядом Здравствуйте И начинал, по сути дела Авиационный завод своими руками И ушел я на пенсию В девяностом году И продолжаю сейчас До сих пор помогать заводу По мере сил Безвозмездно Насколько мои силы позволяют Потому что я получаю пенсию Вы как доктор наук Прекрасно знаете Что Производство Развиваться, какая бы она ни была Даже может быть и частная Без содействия науки не может И одной из первичных ветв науки Является так называемая Заводская наука Которая непосредственно Смыкается С Будем говорить Прикладной наукой И вот вопрос Как вы считаете Надо ли возрождать В республике Вот эту часть науки И если надо То Как организовать концентрацию Первоначальную Тут уже о деньгах речь не идет Именно организационную А затем Я бы хотел сказать Когда у нас научно-производственное подразделение На заводе существовало По приказу министра То это подразделение Полностью окупало себя Работая на заводе Есть документальные данные Это первый вопрос Второй вопрос Связан Это с моим родным городом И с заводом Потому что Завод у нас Именно тот Который Работает На передовых рубежах Науки Второе Что касается Нашего города То я То что вы говорили Насчет того Что с машины Выезжают И так далее И так далее На красный свет И едут Ну короче говоря Мы относимся К твоей работе Не совсем подобающе То считаете ли вы Что одним из важнейших вопросов Города Должно быть Сфокусированное понятие Вот этих всех вещей Это воспитание Общества Именно в том направлении В котором нужно идти И третий вопрос Который Связан с выборами Я просто Был в недоумении Когда увидел Только двух Кандидатов У себя На Дверях Но Не увидел У себя Я имею ввиду Я не говорю По городу Ни одного человека Который бы Был Достоин Соревноваться С этими Кандидатами За место В нашем Курултае Как кандидат Почему Вот У такого Передового Завода Не нашлось На передовой Завод Ни одного Человека Который мог бы С ними Конкурировать Я не говорю Кто из них выиграет Кто это и выиграет Почему не два Почему три Не три И так далее Вот моих три вопроса Вопросы заданные Правильные Что касается Отраслевой науки Но В результате Всех потрясений Этих 20-летних Того Что происходило На стране Мы конечно Очень многое потеряли Положительного Из того Что было В том числе И Отраслевую науку Заводскую науку И Безусловно Я уверен Точно так же Как и вы Что без Возрождения Заводской науки Без создания Вот этих Заводских Научно-исследовательских Лабораторий Секторов Подразделений Каких-то Прогресс Дальнейший Невозможен Мы знаем Мировой Опыт Я Сравнительно Недавно Был в Соединенных Штатах Америки Мы обсуждали Вопрос Привлечения Американских денег Американских Инвестиций Из США Богатая страна Ресурсы есть И мы говорим Приезжайте к нам Мы создадим вам Комфортные условия работы Строите заводы Предприятия И показали они нам Научно-исследовательский Центр Великолепный Где турбинисты Машиностроение Значит Технологи Самые разные Отрабатывают Вот последние Самые-самые последние Технологические достижения Доводят двигатели В том числе И газотурбинные двигатели И двигатели Внутреннего возгорания Я просто вот Открыв рот И завидуя По-настоящему Ходил и смотрел На то Как люди На территории Пять квадратных километров Зеленый Такой очень симпатичной Зоне Создали Вот это Предприятие Которое занимается Наукой Научно-исследовательский Центр Он не частный Он государственный Есть Государственные заказы Есть Заказы Частных компаний Больших компаний Но то Что там происходит Это вот действительно Это передовой край Я так Задал вопрос Руководителям Они не очень Хотели встречаться Честно говоря Но их уговорили Вот Задаю вопрос А Нельзя ли создать Филиал Такого предприятия У нас В республике Башкорстан Ну Он говорит Ну во-первых Мы должны знать Кто вы такие Откуда вы приехали Мы о вас Ничего не слышали Никогда Ничего не слышали Поэтому Долго пришлось Рассказывать Кто мы Что мы Что мы Такие же цивилизованные люди Что у нас Медведи По улицам не бегают Что у нас есть Заводы хорошие Рассказал и про Кумертау Что у нас есть вертолетные предприятия Обладающие всеми Компетенциями Знаниями Опытом Людьми Самое главное Людьми Вот Ну Обещали подъехать Если приедут Может быть мы приедем И в Кумертау Посмотрим И создавать такие центры Исследовательские центры Со стапелями С стендами С оборудованием специальным С специальными ребятами Подготовленными Обученными Это конечно Это конечно Очень перспективно Вот я просто Отвлекаясь От вопроса Который мне задали Хочу сказать Что в любом деле Главные это люди Вот сейчас Обсуждается Вообще я сам По образованию Машиностроитель Двигателист И конечно Для меня Машиностроение Это Это все Я понимаю Что Если не будет Машиностроения Двигателистроения Если не будет Станкостроения Страна обречена Быть на вторых На третьих На пятых ролях Так вот Сейчас речь идет О возрождении Станкостроения В Российской Федерации Две концепции Первое Все заводы Старые Плохие Значит Надо строить В чистом поле Гринфилд Как сейчас говорят Далее Значит Эти новые заводы Должны быть современными Они должны располагаться Там Вне промышленных зон Это такие вот Города Станкостроителей И вторая зона Модернизация Второе направление Модернизация Тех заводов Которые у нас На сегодняшний день Есть И я вот Отстаиваю Вторую точку зрения Потому что Главное На любом предприятии Это коллектив Это люди Это компетенция Это знания Если не будет Таких людей Да хоть ты 150 заводов Построй В чистом поле Там создай все Что угодно У тебя этот завод Не получится Или получится Через 15-20 лет А мы В данном случае Вот в Кунвертау Имеем Великолепные компетенции Люди Изобретательные Люди Очень талантливые Заводские компетенции Так они сегодня Разработали Нужны И нам И нам вообще Может быть И в бюджете Надо планировать Пусть небольшие Но расходы На то Чтобы на предприятиях Получали Такого рода Ресурсы Целенаправленно На научные исследования На научные изыскания Это первое Второй вопрос По воспитанию Что я могу сказать Воспитание Это же Очень сложная вещь И понятно Что если Человеческое Сообщество Наше Размагнитилось Атомизировалось Если оно Распалось Вот на такие Мелкие-мелкие частицы Если у нас нет Единой идеологии Если мы не понимаем Кто мы такие То о каком Воспитании Речь может идти Конечно Ребята у нас Дичают Молодежь Которая сегодня Гоняет Там Как вы говорите На красный свет Проезжает Воспитывается Совершенно Других условиях Мы разве Когда были молодыми Видели столько Мерзостей жизни Сколько сегодня Может увидеть Молодой человек Мы разве Могли это видеть И не нужно этого Есть Такое определение Что Демократия И разрешено Все Я с этим Не согласен Категорически Не согласен Есть мораль Есть Необходимость Поддерживать Человеческое Состояние Общества Разве Можно Пропагандировать То что Сегодня Пропагандируют Радио Телевизор Газеты Разве Можно Культивировать Негативная Модель Развития Общества Сегодня же Это Создается Сегодня Сталкивают Людей Стравливают Людей Все время Культ Насилия Преобладает Поэтому О чем Мы говорим Все Вот эти Игрушки Стрелялки Компьютерные Игры Прочие Вещи Это же все очевидно Это все понятно Это все Уничтожает Культуру Мораль Общество Разлагает Поэтому Безусловно Это колоссальная Задача Но если В пределах Кумертау Невозможно Какие-то шаги Предпринять Большие И решить Эту проблему На территории Города То в пределах Республики Может быть Что-то уже Можно попытаться Сделать Мы пытаемся Стараемся По крайней мере Наши газеты Наше радио Наше телевидение Эту заразу Разрушения Конфликта Натравливания Людей Друг на друга Не несут И нести Не будут Поэтому Сложнейшая Задача Сложнейшая Проблема Все стонут Все мучаются От того Что вот Недостаток Воспитания Не то что Присутствует Он постоянно Нарастает Постоянно Нарастает И третий Вопрос По избирательной Тематике Я бы Сегодня не хотел Вообще говоря Затрагивать эту тему Мы с вами Встречаемся Как коллеги Как люди Работающие вместе В одно время В одной республике Вот Избирательные Процессы Они приходят И уходят Но они важны Конечно С точки зрения Того Кого изберут Люди Изберут люди С кем Потом дальше Работать Властям Это очень важно И если У коллектива Как вы говорите Заслуженного Мощного Такого как Кумап Есть Такого рода Представители Надо выдвигаться Надо отстаивать Свои возможности В этой части Надо работать Просто-напросто Я нисколько Не возражаю Дискриминации Здесь никакой Нет Не было И не будет Все должны Участвовать Но избирательные Вопросы Лучше обсуждать На специальных Собраниях Партийных И прочих 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 Так что Вот мои ответы Такие Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Чагина Эльмира Раудатовна Так У нас есть Ряд вопросов Конечно Таких От Наших От Нашего Коллектива Это И Пассажирский Транспорт У нас Стоимость Проезда Мы считаем Что очень Большая 15 рублей По нашему Городу И с нашими Зарплатами Дороги Вот В направлении Кума ПП Ремонт В течение Двух лет Проводится Сплошными Заплатками Это Неровности Это Полсезона Как говорится У нас Автолюбители Ездят Припрыжку Так сказать Ну да Это мягко сказано Мягко Это знаете Мы смеялись Все на 9 мая Это День Открытых Дверей Вот пожалуйста Как было Дорога на Берлин Пожалуйста Вся в Рытвинах Вся вот Мы вот так ездили После зимы Дорога А сейчас Сейчас подлатали Подлатали Но опять таки Те же заплатки Я повторяю Второй год Такой же ремонт Те же заплатки Как они себя покажут Во первых И уже пора Наверное Сплошную Как-то Хорошо Записал Наши школы Наши детские сады Происходит Ну это Во всех регионах Это везде Это сбор денежных средств Это добровольное пожертвование Как нам говорят Вы можете Вы не обязаны Но вы Как говорится Можете принять Я хочу сказать Что Это выделение Денежных средств Производится В недостаточном количестве Получается так Кому нужны Образованные люди Государству Почему государство Не может обеспечить Вы посмотрите Наши школы У нас старые парты Сейчас Вот при современном Вот вы говорите Про детские городки Вот эти В дворах Я согласна Современные материалы Там Все это красиво В школах Тем более надо Современное оборудование Дети должны Там уже Это все видеть Не у всех Есть возможность Компьютеры Приобрести Даже элементарно А то что там Как говорится Эти доски Интерактивные Вот это все Нам нужны Нашему Как говорится Государству Нужны образованные Хорошие специалисты Вот оно образование Куда идет Откуда идет Что как говорится За старыми партами сидим Можно я вас перебью Да 40 лет назад Парт не было Современных А люди были другие И интерактивных досок Не было Я понимаю Но почему Мы на улице Должны тратить Там вот вы говорите 150-200 тысяч Потратьте Но сделайте Хорошие дворы Да А почему в школе Ну давай не будем делать Ладно Да-да-да Я согласна Давай не будем делать Я считаю Все-таки образование Это выше Этого Давай не будем делать Детские городки Давай не будем делать Ничего во дворах Давай не будем Я же только что Вот объяснял Только что рассказывал Значит Что у нас сегодня На социальные Проблемы Уходят 77 процентов Бюджета Вот только что Сказал Эта цифра у вас Отложилась в голове Вот если у нас Будут дополнительные Доходы Будут дополнительные Возможности По покупке Оборудования Тут же купим Тут же Я еще раз говорю Мы за эти последние Два-три года В переоборудование Мне в школу вложили Ну порядка 4-5 миллиардов Рублей Колоссальные деньги Я вам могу просто В любой школе Показать В любой школе Показать Какое оборудование Появилось Интерактивные доски И прочие-прочие вещи Но у нас не хватает Ресурсов Вот поверьте вы нам Не из-за того Что мы их направляем На какие-то Значит там Ненужные вещи Просто Напросто Физически Не хватает Александр Попов Учитель Не просто Сейчас вот Выступить После предыдущего Передо мной выступающего Но однако Попробую Уважаемый Рустам Закевич Я вот здесь Представляю И учительскую И родительскую Общественность Поэтому Несколько слов О наших детях К тому Что вот сейчас Сказал предыдущий Оратор Вот все-таки Мне хочется Выразить Слова Искренней благодарности За все Что делается Для подрастающего Поколения В нашей республике Вот если Конкретно Говорить о нашем Городе То это Строительство Физкультурно Оздоровительного Комплекса 20 лет И ваше Личное Вмешательство Чтобы проект Обрел Конкретные Очертания Конечно В первую очередь Он нужен Нашим детям Сотни Кумертауских Мальчишек И девчонок Будут заниматься Спортом Наш город Всегда славился Спортивными Достижениями И думается После того Как будет Введен Этот комплекс Этих достижений Будет больше Далее Мы часто Слышим И от вас В том числе Чтобы слова И обещания Власти Не расходились С конкретными Делами И вот Этот пример Является Типичным А может быть И нетипичным Может быть Счастливым Случаем Когда обещания Власти Воплотились В конкретные дела За что Вам огромное Спасибо Хочу Сказать Что Наша встреча Не для того Чтобы Какие-то Такие Реляции Звучали Да Мы стараемся Мы работаем Много чего-то Еще не получается Есть ямы На дорогах Есть Есть эти Проклятые ямы На дорогах Но мы же Исправляемся Расширяются Улицы Потихонечку Вот в Кумертау Расширили улицу И дальше Этот процесс Будет идти И деньги Находим Из дорожного фонда На ремонт Этих дорог И отремонтируем Эту дорогу Я вам обещаю Отремонтируем Эту дорогу Она просто неправильно Наверное Сказала То что Эту дорогу Отремонтировал Ну Тот же Завод Который Находится Как вы сказали Сейчас В не больно Хорошем положении Второй год А там находится Кумертау Холд Рустан Закеевич Это Ну Все его знают Прекрасное предприятие Фуры Да 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 Фуры ездят По этой же улице На которой едут Наши автобусы На завод Кумертау Холд Есть руководитель Здесь Кумертау Мы Которые Вы сами Сказали В не больно Хорошей ситуации Находимся Мы Сами отремонтировали Половину У вас совесть есть А тот Кто Кумертау Холд У него Совести нет Если он там Большие машины Гоняет И дорогу Разбивает И в добавление Я недавно Столкнулся С такой проблемой Я молодой отец стал Ну Как бы в нашем городе В нашем городе Появляется проблема С садиками Очереди Я недавно Переехал И невозможно Сына перевезти в сад В детский И может быть Она вот это Хотела сказать А то что пожертвования Денежные Это никто не отменял Я например Могу сдать Своего ребенка Там 200-300 рублей Чтоб в садике Навели порядок Я не против этого Но проблема есть Есть проблема Со школами В данной ситуации Есть проблема Я не спорю Их надо решать Их надо решать Да Я не спорю Согласен Знаете Вот что я хочу сказать По детским садам В следующем году Мы будем строить Детский сад Кумертау Борис Владимирович Пожалуйста Ответьте Микрофон Микрофон здесь есть По поводу детских садов У нас очереди В какой садик Вы имеете ввиду Надо конкретно поговорить Потому что у нас сейчас На сегодняшний день 90% Занято в детских садах детей Если может быть Конкретный садик В каком-то месте Вы хотите Сколько лет ребенку У меня сейчас 2 годика Я его отдал в полтора Начнем с этого То что я записался В детский сад Колокольчик Сначала Сейчас я переехал Недавно на улицу Не буду называть какую Но я хочу перевести Своего сына в сад Мне сказали Что нужно пока По-до-ждать В этом детском саду В этом детском саду И либо потом Разменяться с теми родителями Которые может быть Переедут в мой район Дополнительно в этом году Мы планируем Реконструировать садик Земляничек Где дополнительно Будет использован 100 детских мест В этом году В этом году Сделаете да? Да Понятно Мы с вами Борис Владимирович Как бы вот Что касается дороги Рустам Закивич По поводу Накумаппп Эта дорога Полностью принадлежит Кумиртовскому Аэционному предприятию Документы на нее есть Как только Передадут эту дорогу Городу Так сразу же Город ее сделает Ну вот видишь Оказывается И так Дорога-то А То получается У нас город один А завод другой Подожди Подожди Если дорога Принадлежит Заводу Муниципальные деньги Тратить на нее Нельзя Вот в чем дело Рустам Закивич Действительно Дорога Исторически Как вот сложился Завод Была отписана Заводу При передаче Или при Реорганизации Завода Вовгуб Эта дорога Осталась За заводом И сейчас Она По всем документам Принадлежит Заводу Вы совершенно Правы Говоря что Деньги Региональной Нельзя Пустить На дорогу Сколько сил У меня есть И возможностей Я вкладываю В этом году Я вложил Полтора миллиона В эту дорогу В ремонт Этой дороги Вот По этой дороге Сейчас мы Подали документы В суд В судебном порядке Восстановили Те Промахи Которые были Допущены В оформлении Документации При Реорганизации Вовгуб И ВОАО И Администрация Города Готова Принять На свой баланс Эту дорогу Вопрос От решения Сколько Сколько километров Этой дороги Километров Сколько Один километр Восемьсот метров Господи А что мы Мы уже полчаса Говорим о такой ерунде Да Да Вот Активный у нас Евгений вас зовут Да Ну Давайте к микрофону Евгений Вот сейчас зададут вопрос Потом вы Потом будете вы Уважаемый Рустам Закевич Да Я Директор Объединения Детских Подростковых И Молодежных Клубов И центров Ваш зовут Меня зовут Коголёна Светлана Васильевна Светлана Васильевна Мы работаем В сфере Молодежной политики И спорта Основной контингент С кем мы работаем Это Люди Не только дети Но люди Которые попали В трудную жизненную ситуацию Дети Девиантного поведения Ну и тому подобное Наша основная задача Это Значит Досуг детей И Профилактика Социальных явлений Среди молодежи Острая проблема Которая встала На сегодняшний день Это низкая заработная плата Моего коллектива Из этого Следует Кадровый вопрос Очень большая текучка Отток Квалифицированных Специалистов А это у меня Психологи Тренера Это нет Вливание молодой крови Средний Возраст Спецсостава У меня уже давно Перевалил За 40 лет И Более 90% Коллектива Это женщины Даже руководитель Военно-патриотического клуба Женщина Она конечно Большая умничка И спасибо ей большое Но Военно-патриотический клуб Это само собой Как говорится Мы очень рады За наших коллег Из здравоохранения Образования Культуру У которых активно ведется Работа По их достойной Заработной плате Но Молодежная политика И спорт Согласитесь Что это тоже Очень важно Конечно Согласен А вы По ведомственной Принадлежности Молодежная политика И спорт Вы приписаны К Министерству Молодежной политики И спорта У нас что там По заработной плате У нас министр Здесь присутствует Планы какие По росту заработной платы Пожалуйста Иванют Андрей Иванович Министр Молодежной политики И спорта Пожалуйста Уважаем Ростям Закевич Светлана Васильевна, у нас на сегодняшний день по этому направлению, конечно, тяжелое направление, но работа ведется. Буквально с 7 августа собиралось правительственное совещание по вопросу повышения заработной платы и базового оклада, в частности. И, значит, поставлена задача Минфину, Министерству труда и социальной защиты и всем министерствам, в том числе и нашему, разработка дорожной карты по повышению заработной платы, как раз базового оклада. Да, в таких учреждениях. Да, именно. И вот в сентябре мы уже должны дать предложения свои, ну и ожидается, что, по-моему, в 2014 году будет повышение. Статус этого центра какой? Это что, учреждение или... Это муниципальное учреждение, то есть это муниципально-бюджетное учреждение. Муниципально-бюджетное учреждение. А так, конечно, проблема такая есть, да. Очень низкая заработная плата, в молодежной политике особенно. На уровне 10 тысяч и ниже, да? Даже меньше, даже меньше. И ниже, да, 10. Есть 5, есть 8, 7. Ну, это конечно. Очень низкая заработная плата. Потерпите, пожалуйста, прошу, потерпите немножечко ещё, хорошо? Мы поразбираемся с этой темой. И по результатам сегодняшней встречи ещё раз зафиксируем это в протоколе, дадим поручение, постараемся помочь. Хорошо? Постараемся помочь. Ладно, спасибо большое. Евгений где? А вот он. Мы сейчас получим все. Да нет, нет. Я же не жаловаться Рустам Закировичу. Я же, как мы говорим, за правду. За правду. За правду. Правильно. Так и надо. Давай. Видите, сразу видно, как, ну, там, подошёл учитель, говорит, вот, всё хорошо. Нет. Вы озвучили цифру очень хорошую. Мне она очень понравилась. 23 тысячи, да? 23, да. Средняя заработная плата, да. Бюджетникам, ну, вы понимаете, какое наше предприятие сейчас находится в положении. У нас, мы не можем зарплату поднять на заводе. Я руководитель маленького цеха, но мы не можем поднять зарплату на протяжении столько лет. Мы оказались в такой ситуации. Вот у меня предложение, как мы продолжили, да? Вы видели этот участок хороший. Может быть, правительство парочку хотя бы станков купит? Тоже капли в море. Ну, эти парочку станков, вы видели сами прекрасно, 6 этих станков, перемолотили колонку К-26. Опытный образец поставили К-62. Может быть, и по первым видам работы Гонрога и того же Комсомольского на море, может, мы у них не только там часть, а может, весь суперджет заберём. Ну, это хорошо. Ну, как бы вот, наверное. Вот все пожелания. Ну, давайте так. Я ведь нашу встречу как раз начал с проблем Кумаб, и не ухожу от разговора на эту тему. И понимаю, что там действительно очень тяжко. И понимаю, что тяжко, прежде всего, с реализацией, с получением доходов. Ну, вот так как сложилось. У нас какой год был неплохим? Одиннадцатый, да, по-моему? Десятый, одиннадцатый, вот они были неплохие. Как раз я начинал работать и думал, никогда у меня проблем не возникнет с Кумаб. Дальше хуже, дальше хуже. И вот мы уже в тринадцатом году и вот в такой ситуации, когда полтора миллиарда имеем выработку в первом полугодии. Вместо трёх, трёх с половиной, четырёх ещё лучше, да. Поэтому давайте, Евгений, сейчас не будем распалять эту ситуацию, да. Я могу только повторить то, что сказал уже. Заниматься Кумаб будем очень и очень плотно. Для меня это один из вот приоритетов главных, потому что других предприятий такого масштаба и с такими проблемами у нас на сегодняшний день нет. Добрый день, уважаемый Рустам Закевич, Валитов Решат Рашитович. Я представляю жилищно-коммунальную сферу. Я знаю, что у нас в республике существуют программы по поддержке сельских муниципальных образований сельхозтехникой. Наш город находится в сложных климатических условиях. Сам рельеф местности, наверное, видели, что на возвышенности город находится. Зимой выпадает очень много осадков. Возникают проблемы по очистке и уборке снега. Техники не хватает. В связи с этим вопрос. Планируются ли какие-то либо программы поддержки именно городов, городских поселений в части приобретения снегоуборочной техники? Спасибо. Я, Решат Рашитович, хочу сказать, что еще пару лет назад двигал идею о том, чтобы вот так же, как по покупке сельхозтехники, компенсировать часть расходов муниципалитетам. Сергей Иванович у нас занимается, ваш бывший мэр, глава города. Сергей Иванович, на каком этапе сейчас эта программа? Пожалуйста. Сергей Иванович, мы вашу задачу выполняем. Дорожная карта в этом направлении готова. И с 2014 года в течение трех лет, вот в части субсидирования, о чем вы говорите, мы эту задачу будем выполнять. Ну, городу Кумертау мы помогаем, и я не скрою, как, так сказать, отсюда выходец. Я все время внимательно... По блату помогает. Ну, не по блату, как родине, по мере возможности. Но по снегочистительной технике действительно сегодня в настоящее время, ну, так подошло просто время, вылетело она вся. Я, наверное, как-то, может, отдельно я зайду с предложениями. Давайте посмотрим. И посмотрим. Учитывая то, что действительно такой уникальный город, в кавычках, по части снега. А по части субсидирования с 2014 года в республике ваше поручение начнёт выполнять. То есть начнёт работать программа по субсидированию, покупке муниципальной техники. Да, Рустам Борисович. Это очень хорошо. Когда вдвоём как-то уже можно решить вопрос. Там, я не знаю, какие будут пропорции, 60 на 40, 50 на 50, 40 на 60. Ну, это мы посчитаем, исходя из тех денег, которые у нас есть. Но, по крайней мере, такую работу мы начинаем. Так, Сергей? Да, ваше поручение выполняется. Всё, вы, товарищи дорогие кумерталовцы, слышали? Сергей Иванович обещал, что мы такую программу запускаем. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Широкова Оксана Сергеевна. Я мама мальчика, который в феврале этого года попал в открытый колодец. То есть колодец был глубиной 8 метров. Мой ребёнок получил перелом позвоночника с трясением головного мозга. Сейчас дело наше передают в третьи руки. Мы не можем никак найти хозяев колодцев. То есть, ответьте мне вот на один вопрос. Может быть такое, что колодцы никому не принадлежат в нашем городе? Теоретически могут, конечно. Могут. Когда создавались предприятия, сливались, разливались. Теоретически может это быть. Но давайте мы с вами позанимаемся, что называется, поплотнее, ладно? Вы опишите мне всё это. Я вам писала на блог. Ну, блог, видимо, не дошло, не смотрел, честно говоря, в последнее время. А вы мне напишите письмо, передайте Борису Владимировичу, а он найдёт. Оказываю, как мне доставить это письмо, и дальше я уже там дам поручение. Мальчик сейчас в каком состоянии? Сейчас вы разрешили сидеть потихоньку. Потихоньку, да? Ну, так... Нужна реабилитация. Руки, ноги. Ну, реабилитацию город, конечно, помог нам. Компрессионный перелом, да? Компрессионный перелом, да? Ну, слава Богу, да. Четырёх позвонков. Да, но без спиной мозг мне пострадал. Нет. Ну, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Просто они 20 лет у нас были открыты, два года назад был такой случай, ребёнок попадал туда, но почему-то так и не закрыли. Если бы два года назад хотя бы закрыли эти колодцы, хоть бы моему ребёнку спасли здоровье. Оксана, мы вам постараемся помочь, ладно? Найдём варианты. Кашников Константин, помощник уполномоченного по правам предпринимателей в Республике Башкортостан. Рустам Закевич, вот наш город, в отличие от многих других муниципальных образований, является, во-первых, моногородом, а во-вторых, в экономике он начисто лишён сырьевой составляющей. У нас государство, оно как бы заявило курс на уход от сырьевой составляющей, да, и Кумертау как бы мог бы стать полигоном для развития именно инновационных производств, да? Что нам не хватает для того, чтобы привлечь инвесторов? Как Вы считаете? Вы здесь городское сообщество, есть руководитель города, есть предпринимательское сообщество. Вы, пожалуйста, генерируете идеи. Моя задача – вам помочь, но искать за вас. Значит, и этих людей приводить я, наверное, не смогу в каждый город. Да, вот если вы нашли, если у вас есть зацепочка, если вы увидели, что есть инвестор, который там сомневается, приведите его ко мне. Я его уговорю на тысячу процентов, это я Вам обещаю. Обещаю. Но вот эта предварительная работа по анализу того, что здесь можно делать, она должна быть за Вами. И кроме того, в правительстве есть у нас специальное агентство по региональному развитию, руководитель агентства здесь, Васильев, Александр Юрьевич. Вот он встанет, Вам покажется, да? Это его прямая обязанность. Так же, как вице-премьер, который курирует у нас развитие территории, Маврин, Евгений Викторович, он тоже здесь присутствует в зале, он всё слышит. Они должны здесь ночевать. Вот я уеду, они должны остаться. И отработать ночь, и день, и ещё ночь, и ещё день. И с каким-то уже правильным решением прийти и сказать, мы нащупали Рустам Зайкичев. Но для этого нам надо А, льготы. Б, значит, вот небольшие ресурсы на то, чтобы чего-то там, инфраструктуру решить. И В, допустим, там какое-нибудь учебное заведение открыть. Или наоборот закрыть. Вот тогда это будет, так сказать, нормальный цивилизованный подход. Мне вот сейчас, тем более находясь на сцене, сгенерировать что-то, да, вот, прямо так взять, я же не волшебник, вот, что-то взять и сказать, я, наверное, не смогу. Поэтому дайте вот эти свои наработки, понимание того, что нужно делать. Поработайте с нашими коллегами. Они готовы. И сегодня поработать у вас, и завтра, и послезавтра, и решить этот вопрос. Ладно? Спасибо. Всё, пожалуйста. Уважаемый Рустам Закевич, я тоже представляю КУМАП. Коллектив делегировал. Сколько же вас, да? Нас много. И главное, что мы, в общем-то, от коллектива, от всё, мы выражаем большую надежду, что вы нас услышите и поможете нам. Не брошу, не брошу. Не бросите нас. Нет, конечно. Конечно, нет. Такие вот маленькие тут пожелания. У нас коллектив очень большой, механо-сборочное производство. В общем, такие пожелания. У нас была проведена оптимизация школ в городе. Вот. У нас в посёлке Питки осталось только четырёхлетка. Там проживает очень большое количество наших рабочих, работников, у которых маленькие дети, и которые вынуждены возить их в город, в городские школы после четырёх лет. Часто автобус школьный ломается, и, в общем-то, просили они хотя бы до девяти лет. Вот в Питках девятилетнее образование, чтобы можно было получить. А уже старшие дети, они могут уже на маршрутках добираться в горы. Это первое. Теперь детские пособия. Мы услышали вас, что очень много у вас, у нас средств в республике вкладывается в социальную сферу, но пособия детские 150 рублей, а у нас молодёжи много, мамочек сидят, которые дома. Ну, при нашей ещё минимальной такой зарплате, это пособие, оно вообще, можно сказать, что его просто нет. Вот. И ещё у нас всем квартироссёмщикам полагается дотация на холодную и горячую воду. Ну, вот по республике, по крайней мере, в нашем городе такое есть. Я не знаю, по всей этой республике или только в нашем городе, что компенсация есть такая. Не раскрывайте военную тайну. Ну, вот. Они по желанию такое. Надо, в общем, очень сложно, надо с заявлением идти, в общем, отстаивать очередь. Уже не надо, да? А, ну, значит, информация. Просто просили, чтобы это централизованно провели, если можно, не отпрашиваясь с работы, чтобы дали всем и всё. Упростить получение пособия, да? Ещё раз спасибо за ваш приезд. Надеемся на вашу помощь. Я мимо вас проезжаю почти каждый день, так что езжу часто и в эту сторону. Неделю-то точно бываю. Давайте мы ответим на вопрос. Вот что касается оптимизации школ, очень тяжело отвечать на него. С одной стороны, существовал норматив 15 ребятишек на одного учителя. Исходя из этого, посчитали нам, в республике, что должно быть 30 тысяч учителей. Их у нас 40 с лишним тысяч было, сейчас чуть поменьше 40 тысяч. И под это нас подгоняли и говорили, у вас неэффективных расходов 5 миллиардов рублей. То есть вместо 30 тысяч у вас 40 тысяч учителей. Вот вы, так сказать, 5 миллиардов лишней заработной платы выплачиваете. Из-за этого нам не додавались федерального центра тоже субсидии, субвенции и прочие-прочие разные вещи. Говорили, вот там у вас неоптимальные расходы. Мы кое-что подсократили, кое-что. И слава богу только, что кое-что на полную программу эта оптимизация не заработала, на полную мощность. А сейчас новый норматив у нас есть. 1 к 11, 1 учитель на 11 ребятишек. Это уже намного легче. Хотя по республике у нас около, наверное, 10 это цифра. Тем не менее, 11 намного легче. Так вот, там, где совершены ошибки, может быть, стараясь выполнить вот тот российский норматив, надо ещё раз вернуться, надо ещё раз пересмотреть и поглядеть. Если в пятках, как вы говорите, там можно и нужно держать девятилетку, ну давай ещё раз посмотрим. Давайте ещё раз посмотрим. Потому что если людям неудобно, детишкам неудобно возить на автобусе, тем более, вы говорите, автобус ломается часто. Давайте ещё раз посмотрим. Иногда полезно признавать свои ошибки. Иногда полезно. И это тоже можно и нужно делать. Так что вот эту ситуацию посмотрим. По пособиям, по одёжке ножки протягиваем. И вот сколько есть денег, столько даём. Если мы начнём, вот я ещё раз говорю, превратим наш бюджет 100% в социальный, тогда я появиться у вас в городе не смогу просто-напросто. Вы скажете, дороги, больницы, школы, крыши, ремонты и прочее, прочее, прочее. А я скажу, денег нет. Ну, раз денег нет, значит, иди отсюда. Поэтому вот то, что можем, даём. То, что можем, даём. Понимаем, что этого мало. Но этого крайне мало. Но страна у нас небогатая. Мы там хоть иногда и, так сказать, пишем, что мы имеем среднедушевые доходы, несколько тысяч долларов в год на человека, или валовый региональный продукт на душу населения, там, под 30 тысяч рублей. Но это мало. Это мало, потому что в развитых странах эта цифра в 5 раз, в 10 раз выше. И мы поэтому не можем додать. У нас, если мы начнём копаться в этом вопросе, мы вообще глубоко зайдём. Производительность труда очень низкая. Там, где у них работает один человек, у нас 5 человек работает. У нас машины, механизмы, оборудование там 100 летней давности. Правильно, Евгений просит, дайте нам новые станки. Мы будем делать такие, так сказать, вот детали, как вы сегодня видели на заводе. Титановые, алюминиевые. Сложнейшие детали люди делают здесь у нас на предприятии. Поэтому, поверьте честно, вот то, что мы можем, мы выдаём. Будем давать дальше. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы до 3 лет мамы получали бы среднюю заработную плату. Очень бы я этого хотел. Вот всё, что угодно бы сделал для того, чтобы так было. Не получается. Нету доходов. Нету доходов. Поэтому мы вот в таком замке, в капкане. Но всё равно будем стараться и будем стараться думать, как это делать. Рустам Закевич, в Кумертау давно назрел вопрос по строительству путепровода по улице Карла Маркса через железную дорогу. Я знаю, что контракт подписан на проектные работы. И экспертный совет по бюджетным инвестициям рекомендовал включить этот объект в адресную программу 2014 года. Но между рекомендацией и реальным финансированием расстояние большое. Вы что-то можете сказать? Какова вероятность, что в 2014 году эти работы начнутся? Вы сказали таким тоном, как будто сейчас пытать начнёте меня. Но я вам отвечу. Я ждал этого вопроса и думал, почему же его не задают. Вы его задали. Проектирование завершается в этом году. 3 с лишним миллиона рублей. За счёт этого будет проект, действительно. Оренбургцы проектируют. Я надеюсь на то, что в следующем году мы это строительство начнём. А сколько там нам времени потребуется, год или два, максимум, на то, чтобы завершить эти работы, покажет тот подрядчик, который выиграет конкурс. В принципе, для нас цифра подъёмная, понятная. Там около 100 миллионов рублей весь этот путепровод будет стоить. Примерно. Плюс-минус там 10 миллионов. Значит, там доля республики может оказаться порядка 60 миллионов рублей. Евгений Викторович Маврин, вице-премьер, который отвечает за формирование республиканской адресной инвестиционной программы здесь, или, может быть, через Дорожный фонд посмотрим, это дело сделаем. По крайней мере, мы эту работу выполним. И вы перестанете мучиться и задавать такие вопросы мне. Вам большое спасибо. Спасибо. Всё, дорогие друзья, ещё рабочий день в самом разгаре. И мне надо работать, и вам надо работать. Я хочу сказать, что разговор получился нормальным, интересным. Вот кроме Леонида, который пришёл, сказал и ушёл, да? Вообще, это неправильно, тем более для молодого человека. На балконе здесь? О, извини. Извини. Вот, видишь, на балкон ушёл. Леонид, значит, персонально к вам обращаюсь. Хочу сказать, что мы постараемся решить проблемы квартирные, в том числе и для молодёжи. Страшно тяжело это делать, очень тяжко. Но мы будем стараться. Поверь, потерпи. И сам тоже на работе вкалывай, с тем, чтобы появились и денежки, и ресурсы. Если с работой что-то не получается, давай поможем с хорошим трудоустройством. Если хороший специалист и хороший парень, то, конечно, поможем. Нам такие ребята нужны. Всем остальным я хочу пожелать здоровья, успехов и сказать, что мы вместе будем работать, чтобы Кумертау был самым хорошим и симпатичным городом. Спасибо большое. Восьмое очередное заседание Совета муниципального района Куэргазинский район третьего созыва состоялось в районной администрации. Открыло заседание чествования семьи Левашовых из деревни Бахмут, удостойных оргкомитетом по проведению Дня семьи и верности в Российской Федерации грамоты и медали за любовь и верность. 41-й год Сергей Фёдорович и Галина Егоровна вместе. И всё это время поддерживают друг друга и в горести, и в радости. 41-й год живём вместе, хотя знакомы с самых пелёнок и так далее. И сказать, что в жизни было всё, удивлю я вас вряд ли, потому что, ну как обычная семья, было всё от счастливых минут и до безнадёжной болезни реанимации. Тем не менее, выжили, ну я считаю, выжили. Вы правы. Рады за участие в региональных и российских конкурсах. Но вместе с тем в этой сфере существует и немало проблем. Ну, несмотря на все положительные моменты, по-прежнему актуальным остаются вопросы поведения ремонта в клубных учреждениях, приобретения синических костюмов, также аппаратуры и укомплектованности культурно-досугых учреждений, прифицированными кадрами. Но это есть проблемы, это, конечно же, проблемы к власти кадров, это низкие заработки, платы работников учреждений. Следующим вопросом нововестки дня было внесение изменений в бюджет Кургазинского района на 2013-й и плановый период 2014-2015 года. Рост доходов и расходов связан с изменениями размера финансовой помощи из бюджета Республики Башкортостана, уточнением за счет остатка средств начала года, уточнением расходов за счет переуполнения доходной части, и основные источники покрытия дефицита являются изменения остатков средств начала года и получения кредита из бюджета Республики Башкортостан в размере 8 миллионов рублей. В связи с этим предлагаю утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Кургазинский район на 2012-й год. Прогнозируем общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 445 миллионов 847 тысяч 887 рублей. Общий объем расходов бюджета муниципального района Кургазинский район в сумме 465 миллионов 605 тысяч 793 рубля. Дефицит бюджета муниципального района Кургазинский район в сумме 19 миллионов 757 тысяч 9600 рублей. Также депутатам было предложено утвердить правила обращения с отходами на территории Кургазинского района и внести изменения в структуру районной администрации, упразднить должность главного специалиста по физкультуре, спорту и туризму и ввести в штат должность председателя комитета по физкультуре, спорту и туризму. Все рассматриванные на заседании совета вопросы были приняты депутатами единогласно. Летние каникулы, как и само лето, уже на исходе, но это не повод для грусти. Проститься с ними можно очень даже весело. В этом смогли убедиться юные жители села Ирмалаева, собравшиеся на площади Дворца культуры молодость, на детский праздник – летние путешествия по сказкам. Вместе с веселыми клоунами Чупа и Чупс, девчонки и мальчишки после отборочного конкурса на ловкость попали в восточную страну. Смотрите! Вот даже мы попали с вами! Выходим за втоприк! Султан вместе со своими красавицами сначала обучал ребят восточным танцем, а затем предложил им отведать сладкий спелый арбуз. Победители второго отборочного состязания попали в гости к Бабе Яге и Лешему. Несмотря на мнение, что яга злая и вредная, ребята нисколько ее не испугались и убедились, что это далеко не так. Мы выиграли! Нет! Победила что вы, Месси? Дрюбер! Вы согласны, ребята? Да! Это конечно! Некоторым счастливчикам повезло побывать в африканском племени. Как настоящие охотники саванны с боевым раскрасом на лице, ребята продемонстрировали свою ловкость и смекалку. Завершила праздник путешествие героям популярного мультфильма «Маша и Медведь». Вот так весело пролетело путешествие по сказкам. Весело и незаметно, как и сами летние каникулы. Как нам с летом повезло! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА